Всем салют! Я написал пост и хотел бы его сейчас озвучить, потому что в разных социальных сетях я его написал и там был резонанс. Я думаю, что на ютубе он тоже произведет какое-то впечатление, заставит задуматься тех, кто имеет какие-то проблемы артрозного характера с коленями, суставами. Разговор идет о том, что я сфокусировал внимание на трех пунктах, почему нужно тренироваться при наличии артроза, коксартроза или гоноартроза. Первый пункт я написал, что синавиальная жидкость должна сбалтываться и не впадать в осадок, именно движение держит эту жидкость в рабочем состоянии. Кто не знает, кто не понимает, о чем речь, что в суставной сумке наши хрящевые ткани омываются синавиальной жидкостью, которая является питательной средой для хрящевой ткани. И от ее качества зависит работа самой хрящевой ткани, ее эластичность и скольжение. Если мы находимся в покое, то вот эти все вещества, которые находятся в синавиальной жидкости, которые делают ее, обогащают ее, они просто выпадают в осадок. Поэтому движение дает возможность однородно взбалтывать эту массу и облегчать жизнь нашим суставам. Поэтому те, кто думает, что они с больными суставами вылежатся, отлежатся как-то, то это глупая затея, ни к чему она не приведет. Но это не значит, что надо там 100 километров бежать на скорость. Второй пункт я написал, что суставная сумка должна до последних дней сокращаться и растягиваться. Потому что я уже где-то говорил, что суставная сумка имеет такое строение, как гармошка, как механо-гармошки. То есть это много-много складочек, которые возможность дают растягиваться нам при отрицательных углах, когда вы, например, хотите встать на колени или сесть на колени. То в молодые годы эта суставная сумка была эластичная, подвижная. С годами из-за ограничения собственного движения эти слипаются складочки. Суставная сумка становится меньше в объеме, соответственно, и синавиальная жидкость становится меньше в объеме, и она становится не такого качества. Поэтому до последних дней, пока вы стоите, пока вы сидите, вы должны работать с суставной сумкой для того, чтобы она была эластична. Это даст вам возможность до конца сгибать ваши суставы, разгибать их, чтобы они работали на полную амплитуду. И третье, я написал, что боль нарушает мышечный баланс, на котором мышцы становятся укороченными, вследствие чего слабые. Это все знают коксоартрозники, гоноартрозники, что какие-то мышцы начинают уступать, деградировать, становиться меньше в объеме. И, естественно, справиться обычному человеку, не понимающему взаимосвязь вот этих всех вещей, он не знает, за что браться, за что хвататься, что делать. И выполнять какие-то, знаете, пионерскую зарядку, которая просто мертвому припарка, конечно, не решит главный вопрос. Во-первых, нужно каждому человеку понять, какие у него мышцы сокращенные, которые спазмированы, напряжены и не отпускают, что создают дополнительную боль. Посмотреть все триггерные зоны, все триггерные точки, которые есть. Это первая основа, это основа основ, разобраться с триггерными зонами и убрать их в ближайшие 15-20-30 дней, поработать с ними. Потом уже все остальное. И когда я написал этот пост, в инстаграме сразу подключился мой хирург и дал дополнение. То есть согласился со мной и дал дополнение. Я, чтобы так не быть голословным, что-то не приврать, вот я читаю, что доктор Мирошников пишет, совершенно согласен. Небольшое дополнение, если позволить, и чаще заболевание развивается при нестабильных суставах. Попытки стабилизировать организм ограничивают объем движения, выращивая остеофиты. Вот это хорошее дополнение, потому что нестабильность сустава это заболевание. То есть это не просто выражение врача. Там сейчас у него будут очень некоторые умные слова, которые, ну, медицинские терминологии, которые выбивают из колеи обычных людей. Я постараюсь расшифровать на простой язык. Так вот, нестабильность сустава это заболевание, которое лечится. То есть это как бы предтеча, ну, артроза, артрита и так далее. То есть так называемые привычные вывихи, они могут быть связаны с какой-то патологией. То есть вы могли, у вас какая-то вредная привычка, вредная работа. Вы как-то можете, ходили неправильно, как-то сидели. У вас строение ноги немножко нестандартное, там, да, слишком кривые ноги, слишком волнутые. То есть много причин для того, чтобы у вас был так называемый привычный вывих, который много раз повторяется. И если уже вы не понимаете сами, что с вами происходит, то начинают наращиваться там кости, начинают расти так называемые остеофиты, которые создают болевые ощущения, трутся там и появляется боль. И нога уже механически просто не в состоянии, она ограничена в движении, она не может выполнять полную амплитуду движения. Значит, так, ограничивает объем движения, выращивает остеофиты в области сустава и укорачивая мышцы. Соответственно, мышцы, раз движения нету полноценного в суставе, мышцы, естественно, укорачиваются, им не требуется та нагрузка, уже они работают в полсилы. Они становятся дряблыми и дистрофичными. Так, что еще он добавил. Перед упражнениями нужно включить мышцы, привести их в баланс, что сможет сделать опытный кинезиолог. Также желательно выявить причину мышечного дисбаланса. Вот он пишет, рубцы. Рубцы, это любые рубцы на теле, любое повреждение вашего тела, какие-то раны, аппендицит, кесарево сечение. Все что угодно. Какие-то операции, которые у вас были, они все могут нарушить ваш мышечный дисбаланс, который приведет в конечном итоге к артрозу, коксоартрозу, гоноартрозу. Потом следующий пункт. Краниальные дисфункции. Краниальные, краниальное слово, которое сразу всех повергло в шок, не знает, что это такое. Первое, это черепные дисфункции, это строение вашей головы, строение вашего лица. Один глаз ниже, другой выше, нос смещен, ухо одно большое, другое маленькое, находится не на линии горизонта и так далее. Там много всяких. Голова узкая, широкая, в виде квадрата, неважно как. То есть, вот это все краниальные дисфункции, которые, естественно, нарушают нервные импульсы, электроимпульсы, которые идут к нам в мышцы, в руки, в ноги, и тут происходит сбой. То есть, с этим разбираются кинезиологи. Новая наука, которая только-только входит в свои права, поэтому я ничего здесь не буду говорить. Я очень там поверхностно знаком, я для себя беру какие-то полезные вещи, но пока к этому делу присматриваюсь очень аккуратно. Так, профессор Васильева занимается этим в интернете, много ее роликов, можете набрать, посмотреть. После чего, значит, висцеральные нарушения. Висцеральные нарушения – это внутренние органы, все, что связано с внутренними органами. Кишечник, желудок, половая, мочеполовая система, поджелудочная, печень, почки. То есть, любые там какие-то дисфункции будут влиять на Ваше состояние ноги, так же, как и состояние ноги, может влиять на Ваши... У меня это хороший пример был, у меня был панкреатит, это вот после того, как много лет у меня было воспаление коксоартроза. На левой стороне и панкреатит развился, и пришлось в реанимации побыть там по один день, одну ночь, ну, одни сутки, точнее. Так, вот, и тогда можно тренировать, если все эти функции включены, все нормально, все совсем разобрались. И, в общем-то, вот все, что я хотел сказать. То есть, вот мы со своим хирургом смогли как-то сделать акценты на том, над чем надо думать, что осмысливать. Ну, вот у меня в группе мы как раз это все разбираем поэтапно, каждый ведет дневник, каждый разбирается в своих... Через мои упражнения каждый понимает, тестирует свое тело и понимает, где у него не проходят сигналы, где у него укороченные мышцы, где у него спазмированные, и с чем надо ему работать. Спасибо за внимание, если захотите в группу подписаться, ссылка будет здесь внизу. Все, больше мне нечего сказать. До встречи в группе или до встречи здесь на ютубе. Всем пока. Живем без боли.